Здесь я должна рассказать вам такие события контрреформации. Создание Ордена Иезуитов и Триденский собор. Создатель, руководитель Ордена Иезуитов. С благословения Папы. В 1540 году этот орден фактически был благословлен. Вот тоже портрет его нужно найти. Вот Лойола, основатель Ордена Иезуитов. В 1540 году Папа благословил, и орден появился. Ну, вам никого не напоминает, а? Ну, прямо. Ленин. Ленин. Значит, человек огромных личных достоинств. Невероятного мужества, силы воли, решительности, единства цели. Сейчас я коротко его факт скажу, биографию. Значит, он хотел быть воином, солдатом. На войне он сразу получил ранение в ногу. Хромой воин уже не воин. Он принялся лечить эту ногу. Сделали операцию, одна нога оказалась короче другой. Он потребовал, чтобы ему снова разбили эту ногу, она была в колени, у него там срослась, чтобы это сращение опять снова разбить. И вытягивать затем, в общем, мучительные вещи. Он всем им подвергся, чтобы иметь две одинаковые ноги. Поздоровление долгое, сами знаете, кости. В это время он очень много читал. Читал, значит, христовых воинов. Он был совершенно невежливый человек. Он был безумно невежливый человек. Он считал, что если он верующий, он поедет в Китай, и все китайцы поймут, что он говорит ему. Что не надо учиться. Он без всякого обучения, он явится в Латинскую Америку и будет проповедовать. Кое-что иезуиты восприняли от этого невежества, потому что они крестили японцев, китайцев и потом латиноамериканцев тысячами за то, что они выучат Отче наш. То есть научение состояло в том, чтобы они выучили эту небольшую молитву. Он все-таки искал образование, чтобы быть миссионером. Он поехал в Пилигрим, в Иерусалим, желая обращать евреев. Но евреи не понимали его языка. Он не понимал еврейского языка. И он поэтому начал искать образование. В школе, он нашел школу в Барселоне, сам он испанец, нашел школу, где в 36 лет он сел за одну парту с 10-летними ребятками. Я просто хочу сказать мужество. Вот с этой ногой, потом вот это вот, выдерживают насмешки все. Сидел вместе с 10-летними. В 1528 году, через 5 лет, поступил в университет и собрал он там группу учеников. А в университете в Париже он учился. Собрал группу единомышленников. Самый знаменитый был Франциско Ксавье, потом быть миссионером. Они поклялись трудиться в Иерусалиме или где скажет папа. Турецкая война остановила их в Венеции. Там они встретились с кардиналом Караффа, ярый противник протестантов. Тот рекомендовал, послушав их идеи, рекомендовал папе Павлу Третьему. Папа был потрясен преданностью Лайолы Римской короне, его способностями. И вот в этот год, надо запомнить, в 1540 год, утвердил общество иезуитов. До своей смерти, в 16 лет еще он будет жить, он будет генералом ордена. И через 5 лет уже иезуиты будут играть главную роль в борьбе против протестантизма. Послушайте меня, в чем была их сила? Держите, чтобы не упасть. Я вам все это нарисую. Он предложил папе организацию. Организацию такую. В центре генерала. У него 12 учеников, каждый из которых, значит, он сидит в центре, каждый ученик является центром моего кружка. Так, поняли, да? Поняли? Это идея лойолы. А, именно 13, да? Да, да. Вот. С иезуитой тогда. Он был. И, значит, и вот иезуиты начали борьбу с протестантами. И они были очень успешны в этом. Иезуиты совершенно беспринципные люди, убежденные, что надо... Значит, они создали учебное заведение, где самое главное было развитие способностей и талантов. и убийство характера. То есть, человек должен быть без такого характера, без всякой своей воли, абсолютно выполнять требования генерала. Как божьи требования. А способности развивались. Они на шпагах дрались, языки знали, великосветское поведение знали. В эти учебные заведения охотно отдавали знать, отдавало своих детей учиться. Потому что дети становились себя такими аристократическими в своем поведении. И готовы исполнить любое поручение. А поручение... Сейчас расскажу, как это выглядело. Их воспитывали с помощью духовных упражнений, которые придумала Лайола. Вот духовные упражнения были рассчитаны на подавление воли и характера. Использовалось воображение. Неделя там. Ты должен неделю помышлять. О адовых мучениях. Чувствовать, как тебя огонь жжет. Чувствовать ужас. Чувствовать. Потом ты просыпаешься, этот студент, в окружении черепов и костей. Другой раз он просыпается, он среди роз и лепестков. То есть, понимаете, как? Нет, не вображать, а в самом деле в воображении помогают такими реальными. Ну вот. Затем, непрерывные доносы, как бы отчеты о том, что они сделали, что они подумали, что они чувствовали, что они во сне видели, как они вели себя. Отчеты. И доносы на своих. А что ты по-другому знаешь? Это общество, все было взаимно пронизано. Их убеждения были такие. Умелая проповедь была, огромный миссионерский пыл. И убеждения следующие. Если церковь утверждает, что черное это белое, надо согласиться. Я сейчас назову два таких фактора, которые они ввели в обиход. Пробобилизм и казуистика. Пробобилизм, пробобилизм. Это может быть. Если это может быть, так это стало быть и было. Ну, имел ли человек реальную возможность убить другого человека? Доказательств нет. Но мог или нет, у него, скажем, большой он рост, у него оружие есть, так значит, это он и убил. Понимаете? И это уже как достоверные плохие исследователи используют этот иезуитский метод, не добиваясь полных доказаний. Был там, был там в этом месте, мог, мог. Ну, значит, вот. Вот. И казуистика. Казуистика – это при изложении дела так его запутать, что концов не найдешь, никто не может найти концов. Вот. Казуистика. Это все такое, после него вошел в обиход. вот. Затем они старали, они, вы знаете, что, дьявол – это обезьяна Бога. Вы слышали такое выражение? Да? А? Лютер как сказал. И вот поэтому иезуиты копировали протестантов. Во-первых, они стремились копировать популярность богословия протестантов. Протестанцы старались говорить понятным языком. Они копировали в своих памфлетах. использование интересов людей. Ведь Лютер обратился к дворянству нации, что дворяне были заинтересованы, чтобы выйти из-под власти Рима. Так вот, они тоже использовали интересы других людей. Они организовали быстрые, краткие курсы обучения. Вы знаете, что Лютер написал краткий катехизис и полный катехизис. Краткий, чтобы деток обучать, чтобы неграмотных, такие основные положения веры. Купила я здесь дома. Вот. То же самое сделали иезуиты. Лютер они преподавали детям. Лютер начал детям преподавать. Те тоже. Дети. Детей. Обучение детей. Множество книг и памфлетов. И еще знаете, что интересно? Связи с высоко поставленными людьми. Иезуиты всеми правдами и неправдами протирались королям и властным людям. и миссионерская активность. Вот миссионерская я уже рассказала вам в начале каком образе, как она шла. И послушайте еще последний момент. Чистая нравственная жизнь была у протестантов. Те не могли копировать это, потому что они были развращены коварны, хитры, вы видите, да? Но они делали вид. Они горой стали друг за друга, выгораживая, что чего-то там не было порочного. Есть существует пухлое дело такое, как какой-то иезуит проник в монастырь и там всех девушек перепортил. И вот как все иезуиты на его сторону встали. Что это показалось, она когда видела его тут стоящего, это не он был, это шкаф стоял, она в смещении тюз, в смещении тюз приняла шкаф за человека. То есть это то, что я запомнила, это было самое смешное. Ну вот, это был не тот, это был не он, и вообще ничего этого не было. Ну вот так вот. И отбили его, отбили его. Тут и подкуп был, и враньё было, всякие казуистика пошла в ход. Существует то есть они отбивали своих. и потом ещё они вот как это выглядела. Это был меч католичества, направленный против протестантов. Это я скажу вам уже примеры из других книг я прочитала. Ну например, ведь протестантизм очень быстро распространялся. И в город, который такой протестантский город, приходил тихий, смиренный, верёвкой подвязанный, прям как саванарола такой, босиком, кроткий человек, иезуит. И он начинал ухаживать за прокажёнными, за больницами, горшки выносить, полы мыть, корочками питаться, кланяться всем. Ну святой человек. За какое-то время, довольно короткое, он приобретал славу. У нас есть такой божий человек. На людей же производят впечатление, а потом начинаются выборы какой-нибудь, выборы губернатора или кого-то и протестанта продвигают на это место. Очень сильно развивался протестантизм. И тогда он получает знак от своего генерала выступать. Он отправляется на площадь и он показывает на этого выступающего кандидата, выпрямляет его весь свой рост и звонким голосом говорит, это же воры, бандиты, растлители малолетних, предатели, что по баруам там, все валят туда. Обвиняют его в казнократстве, обвиняют его, значит, в разврате. И исчезает. И исчезает. То ли он украл, то ли у него украли, но что-то было такое. И его кандидатура горит, пропадает. Вы поняли? Какие вопросы все слышали? Все слышали, а это латинство? Да. Тем более, что святой человек, все его знали, как он тут улицы подметал. Он говорит, крик души, не может молчать, обвинение такое. Знаете, что это иезуиты стали ужасом всей Европы и стали радостью всех королей. они были очень покладистые духовники. Они отпускали любые грехи, они говорили, это не грех, это случайность. Это тебе показалось. Ну, ты же сам жалеешь об этом, значит, этого как бы не было. Они никогда не доводили до раскаяния перед Богом или что-то. Понимаете, как? Я хочу сказать интересное свидетельство. Когда будет в России пробуждение и Черткова, с неё начнётся, который потеряет своего сына и будет метаться по всем церквам, она обратится и в католическую церковь. И написана про неё такая фраза. Её подтолкнул иезуитский дух католичества. Иезуитский дух, то есть не истину ей стремились сказать, а что ей угодно. Что вам угодно. Мы можем так повернуть, мы можем так повернуть. можем так вот так вот. И знаете, что они начали эту войну 30-летнюю. Они провоцировали, вдохновляли в России нашу войну Ливонскую, когда был Иван Грозный. Там у него был советником иезуит. И он подогревал, потому что нужно было и руками Грозного уничтожить протестантизм в Восточной Европе. И прежде всего начиная в Ливоне, в Прибалтике. Вы понимаете, как? То есть всякая тьма там ищи иезуита. И я не знаю, как бы дело продолжалось, но появился Мольер, написал он Тартюфа, где он вывел Тартюфа иезуита. Иезуита, который втерся в дом богатого человека, завладел ложью его богатством, покушался на честь его жены, кругом вобрал этого доверчивого человека. И вот вывел Мольер так его, что вся Европа хохотала над иезуитами. Их власть кончилась от смеха. Но не только от смеха, дальше будет эпоха просвещения, и иезуитство, значит, уже потеряет влияние. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Сейчас тоже есть иезуиты. Я сейчас прочитаю про Россию. Иезуиты. Значит, у нас тут был Иван Грозный, Антоний Пассивина был у нас иезуит, был дипломат. Ну, затем Луфедмитрия были иезуиты. Екатерина Вторая симпатизировала иезуитам, который присоединился в Беларусь, а с Беларусь к нам попали иезуиты. Они везде проникали, размножались, мигом сделали учебные заведения, приличали нашу знать и так далее. Павел Первый был под огромным влиянием иезуитов. Вы знаете, что Павел Первый был каким-то важным человеком в ордене. Александр Первый в начале царствования сочувствовал аристократическим тенденциям иезуитов. Полоцкая коллегия стала академией при нём. Но после войны в 1920 году он изгнал всех из России, упразднил и Полоцкую академию, потому что он увидел их лицо и он писал Голицыну, который готов был находиться под их влиянием. Посмотрите, какую фразу написал наш император. «Иезуиты будут лизать тебе сапоги, потом руки, пока они доберутся до горла». Вот какие характеристики. Вот какая характеристика. Будут лизать тебе сапоги, потом руки, пока они доберутся до горла. То есть вот такое коварство. Сейчас само католичество многие формы, методы изменило. Затем они изгналы сейчас очень много занимаются, как описано мною, они занимаются прокажёнными и ВИЧ-инференцией, финицированными и так вот такие. Вот мы суждения уже не будем здесь выносить, но исторически это выглядело вот так. Они провоцировали все вот войны, убийства, тайны, такие дела. Значит, это был меч католичества против протестантов. Ясно, да? ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. .